Все это первоначально делается на этом сознании и в момент смерти вот это вот сознание, оно передает вот этому лучу, который, как бы сказать, рост опять втянулся там и начинает там, в том мире, все это дело там переваривает, то есть он меняется по действиям той информации, которая имелась, потому что, знаешь, я для себя разбирался в этом вопросе, потому что если бы лучи все были, ну вот, а лучи не все одинаковые от Бога только. Но в зависимости от опыта, знаешь, и форма должна быть идеальная там, у женщины идеально, у мужчины, да, они должны быть все похожи, но в зависимости от того, какую он приобрел информацию, наработал, значит, эта информация в следующем, значит, спускание этого луча, потому что не раз, много раз, да, она уже как-то там преломляется, и у одного там так вот в нашей жизни, у другого там такое тезоносложение, в зависимости, будем говорить, вот от наработанных этих всех качеств, становится там дурнее, не дурнее там, и внешне даже меняется, это тоже важно понимать. Да, вот, и когда, когда уже, когда уже, вот самое интересное, когда человек умудряется за счет того, что он понимает, что он не просто тут сидит в генке какой-то там, а у него продолжение, продолжение, почему надо вот говорить, мы не рабы Божьи, а мы сыны Божьи, а продолжение наше в Боге, то есть мы как бы Бог вот так вот, как, вот как посло, вот из организма-то та клеточка и так далее, в конце концов, мы так, клеточка, подсоединены к организму, и каждая клеточка, которая тут пиндерочка там, ну, силой особо не обладает, но она там может воспользоваться силой всего организма, и когда человек вот это вот начинает понимать, когда он начинает это дело в этом плане работать, то он соединяется со своим вот этим вот божественным я, вот это вот, то, вот этот разум который, и он уже, Бог говорит, может существовать отдельно, отдельно, как вот сознательный элемент, который уже связан с Богом, уже он как-то тут подключился и, ну, с его волей становится проводником. Ну, вот, Бог говорит, многие святые, я прочитал, значит, 12 книг жития святых, такие вот, на каждый месяц, там, те святые, которые чем-то там прославятся. Так вот, практически все они, или там большинство из них, они, настоящие, значит, они говорили так, он ангел воплотил, то есть он уже, вот, будем говорить, обладает такими силами, они могли воскрешать, они могли погоду менять, они могли там еще что-то делать, там еще что-то делать, то есть вот так вот обладали, из-за того, что они просто мысленно там раз, там помолятся, или еще там чего-то, то есть призовут эту силу организма всего в божественное, то раз, она и сделала, то есть во благо, они не поводят, вот, они становятся, говорит, ангелами, то есть теми силами, которые работают от Бога и работают для Бога, то есть не то, чтобы, знаешь, тут еще нога появилась, я пойду еще куда-то, или еще куда-то, а на то, чтобы была целостность, гармония во всей системе, вот она еще интересная, понимаешь, как, и когда это делают, ну, может, я, я читал такие удивительные вещи, тебя поддерживают, человек не ест, человек там в пустыне живет, там, по 50 лет, он жив-здоров, бегает, как это, и еще по воде ходит, вносится там по этим, ну, сразу телепортацию, ну, ну, все, и им, и питается там, ну, вот интересно, знаешь, как раз это про Марию Египетскую, там, недавно там, ну, там, разбирал, писал, а, значит, всего лишь три зернышка взяла там пшеницы и наелась, а святой этот спрашивает, а чем ты наелась? А она говорит, я наелась благодатью Божией, которая есть в этих зернах, а не самими зернами, понимаешь? Я уже сыта, то есть важно, что ты возьмешь. Даже самое интересное, вот когда мы дышим, вот почему у нас, казалось бы, вот тут одно горло, а зачем тут нос два? Зачем два? Вот если глаза два, ну, и мы понимаем, чтобы какой-то там прицелиться, там, определить расстояние, да, вот такое зрение. Что фокус был, да? Да, фокус. А зачем тут фокус нам, е-мое? Оказывается, одна ноздря охлаждает, другая ноздря, значит, разогревает организм, в зависимости от этого они там работают, и зачем вообще нужен там нос, помимо этого развлечения, запаха, вот, оказывается, когда мы дышим, мы дышим, вот здесь у нас в легке снимается кислород. Да, обмен процессом, вот. А в носу, носу, и если мы вот так вот так, вот я вдыхаю, и вдыхаю в животворяющую метр. Вот здесь у нас снимается как раз вот эта прана. То есть, оказывается, вот, понимаешь, все пронизано жизнью. Мы, на самом деле, плаваем в таком, как бы сказать, находимся в океане, с огромным количеством энергии, с огромным количеством, там, жизни и так далее. И берем, ну, по стоку, по стоку. А если сознательно, а сознательно вот это, прана явно и так далее, вот только, оказывается, я жизнью, наверное, так, я уже совсем по-другому, понимаешь, вот здесь у меня вот работает, но ты можешь вот сам вот, знаешь, так почувствовать. Ты берешь нечто такое животворящее, вот это помыслив. Ну, берем нечто животворящее. Все, совсем другое дело. Да, и сразу так раз, ну, зэ. То есть, много различных вещей. Вот я выпускаю газету Малахова про интернет-газету. Вот, тоже это можно в интернете, там, почитать, там, и, ну, раньше я, допустим, там, что-то там, ну, можно так, лишь бы там сделал, да сделал. Как-то мне стало все это неинтересно. Я теперь вот, что, что меня волнует, я там стараюсь вот описывать какие-то там, то, что я изучаю, то, что мне интересно. Вот эти тонкие поля, тонкие энергии, откуда, все. То есть, вот она идет, мы говорим, вот, какая часть человека, будем говорить, вечная, какая часть человека временная, для чего они там нужны. Все, я говорю, это было изложено. Вот, и уже за счет того, что ты ту или иную информацию приобретаешь, ты становишься как-то, уже информация начинает тебя правильно лечить. Старайся слова уже правильные говорить, которые, знаешь, вот тебе как-то вот слово, оно как соединяет с той или иной там силой, вот, тоже ты это отдали. И начинаешь понимать, понимать, допустим, ага, почему не идет пересадка органов. Оказывается, у нас матрица энергетическая оттуда нам дана, индивидуально. Это тело вроде бы тут, да? И мы там тело пытаемся там вот этими подавить всеми этими лекарствами, а они все равно надо их есть, чтобы не оторгалось, да? То есть, пока мы тут не поменяем, ничего не получится. Если насчет пересадки органов, так далее, а зачем нам пересадка органов? Если мы, умудряясь работать правильно с вот этим вот телом, мы можем новые органы расти. То есть, нам ничего там не надо это. А тут я вот читаю, вообще кошмар. Ну, я до этого там подчеркиваю. А тут вот, вчера мне дали, в Китае китайские военные госпитали и милиция причастны к излечению органов у живых людей. Значит, все там... То есть, новый вид, новый вид, вот, тайной операции по излечению органов у живых последователей. То есть, новый вид криминала, криминала... И причем, получается, если бы ты действительно орган вставил, и он у тебя был бы там работал на концерне, а тут, получается, его надо взять у живого человека, значит, его надо убить, там не то, что там у трупа там изымают, нет, там все это... Только у свежачка, то есть, его сразу раз, поэтому... Чтобы бедные процессы еще... Да, сохранить сразу это, поэтому на этих... Когда боевые действия идут, там, в Донбассе обнаруживали, там, вырезаны вот эти органы и так далее, там, то есть... Вот, то есть, должен быть свежачок, новый криминал, и вдобавок, все это дело работает 5-10 лет, в лучшем случае, потом опять надо менять... Опять должен быть, да? Да, и эти лекарства и так далее. А тут, ну, говорю, вот, как я рассказал про ленотерапию, так точно существует, матрица-то у нас существует энергетическая. Если эту энергетическую матрицу задействовать, вот, она тебе там и руку нафиг восстановит, и орган восстановит, и все восстановит. Вопрос, для чего, зачем, если жизнь тебе, значит, дана, как духовное совершенство, ты должен какие-то, ну, пройти, ну, может, жизненные ситуации, в результате которых ты становишься другим, да? Вот ты накопил, дальше буфер уже не идет, тогда там смерть. Это одно, да, там, все. А когда ты просто-напросто, ага, я хочу есть, пить, заниматься развратом, и все это такое, то это все другое. И хочу жить вечно, так, сажайте это. То есть и тут, получается, мы, знаешь, интересная вещь, мы думаем обмануть вот так, орган пересудим и так далее, еще там будут все эти деньги. А тут включаются совсем другие, начинают механизмы действовать, и все равно не будет получаться. Понятно, понятно. Хорошая встреча, хорошая встреча. Но еще тогда сухотворение какое-нибудь, какое-нибудь такое. Ласковый, ласковый ветер с моря струится, белый кораблик плывет по волнам. Все так красиво и поэтично, если в гармонии сразу мульсам. Ну, на этом можно закончить или можно? Или можно? Слушай, а этот самый, у меня есть такое каламбурное стихотворение, помимо всего прочего. Ну, ладно, такой каламбурчик. Но после этой даты оказался он под датой. И не важно, что за дата, ведь она уже под датой, а когда она под датой, она усадит любая дата. Ахахахахаха! Ахахахаха! Ахахахаха! Ахахахах! А у меня тут еще было это такое интересное стихотворение. Наверное, такое длинное, каламбурное. Ну, ладно. Ладно. Ну, закончим. Ой, приятно было, Саня Павченко Спасибо Так что чем богаты, тем и рады Отлично, замечательно